По ситуации в селе Маянга, значит, решение в нескольких направлениях найдено. Мы будем бурить вторую скважину, буквально в течение двух-трех дней приступим к работам. С нашей точки зрения и с точки зрения профессионалов и специалистов, мы планируем пробурить скважину совершенно в другой водоносный слой, где-то до 120 метров. На данный момент та скважина, которая работает, реанимировали и дает порядка 200 кубов в сутки, даже чуть больше, как мы считали, со специалистами 10 так называемых башен от 20 до 24 кубов наполнения за одно наполнение в сутки. Считаем, что надо пробуриться глубже. Это скважина на 40 метров, а скважину, которую мы планируем бурить в ближайшие дни, на 120 метров, чтобы и водоносный слой был намного больше, и объем подаваемой воды плюс дебет были намного больше, и хватило это всем жителям. Кроме всего прочего, я благодарю всех жителей, кто живет на тех улицах, где вообще никогда не было организовано летнего полива. Вместе с главой Бакватровского муниципального образования Шмигельским Дмитрием Александровичем несколько дней люди проходили все улицы, просчитали необходимое количество центральной трубы, которую стоит уложить и приобрести. Буквально сегодня-завтра будет уже предварительный расчет, и мы займемся приобретением трубы для летнего полива на тех улицах, которого никогда не было. Ну и смотрим самые тяжелые участки трубы, или вернее самые поврежденные, которые необходимо будет заменить уже по существующему летнему водопроводу, который не дает возможность подачи воды более чем на 4 часа.